Приветствую вас в третьей части. В предыдущих двух частях мы с вами делали вот такие вот детальки. Я их между собой сейчас соединила, не пришивая, как бы просто собрала, так сказать, положила друг на дружку. И у меня получился вот такой полуфабрикат. Теперь же убираем наши пуговички, кармашки. У вас получилось всего, так сказать, три детальки, то есть левая и правая полочка, спинка и два рукавчика с двумя карманами. Теперь, что мы делаем? Ложите изнаночной стороной наверх спинку, на нее кладете правую полочку, та, которая у нас, так сказать, обыкновенная, без дырочек, на которой мы будем пришивать пуговички. И сверху на нее ложим лицевой стороной наверх, там, где у нас петелечки, в общем, часть. И теперь я уже, как вы видите, соединила один рукавчик и сделала плечевой скос, шовчик. Я вам сейчас расскажу, как его сделать. После того, как вы положили, собрали все детальки без рукавчика на друг дружку, мы вот так вот поднимаем полностью все и разлаживаем таким образом, чтобы у нас внутренней частью было наверх. Вот так вот получается с этой стороны изнанка и с этой стороны. Теперь находим наши, так сказать, остатки ниточек, которые мы с вами оставляли для плечевого швам. И соединить нам нужно будет сейчас вот эту часть. И вы потом самостоятельно соедините вторую часть, то есть вот эти по 15 петель, которые у нас были закрыты. На рукавчик пока не обращайте внимания, я просто уже, как бы, заранее его сделала. По, так сказать, по нашему примеру, который я вам сейчас покажу, вы делаете вторую часть. Итак, мы сейчас будем сшивать вот этот вот плечевой шов с правой стороны. Поворачивайте для себя удобной стороной. Мне, например, так как я правша, мне удобно, чтобы у меня, так сказать, ближе ко мне, так как ниточка у нас в серединке, то есть где у нас открытые петельки, я повернула другой стороной к себе удобной. И теперь смотрите, во внутренней стороне, то есть получается сейчас она к нам внутренняя, а вообще это внешняя, с одной стороны у нас косичка и с другой стороны у нас косичка, но есть изнаночные петли. То есть закрытие петель с одной стороны, как вы помните, мы делали с лицевой стороны, а с другой стороны делали с изнаночной. И вот с одной стороны и с другой стороны плечевых швов у вас будет, опять же, с одной стороны просто косичка, вот она, а с другой стороны вот такие вот изнаночные петельки и лишь за ними косичка. Вот вы ложите к себе и сейчас мы будем сшивать. Сшивать мы будем соединительными столбиками за обе стеночки. И обратите внимание, там где у нас изнаночная сторона, так скажем, изнаночные петли, мы будем под ними соединять. То есть там где у нас косичка красивенькая, мы будем за стенки косички соединять, а здесь за изнанку. Вот я чуть-чуть сделала вам поближе. И теперь берем самую крайнюю петельку с одной стороны, вот она у нас самая крайняя от спиц, и с другой стороны самую крайнюю берем, но под вот эти вот петельки, под изнаночные. Берем за одну, за вторую стенку, захватываем ниточку, на крючке у нас одна петелька. Теперь захватываем вот первую стеночку и вторую стеночку, но еще раз повторюсь, под изнаночной. И вытягиваем ниточку захваченную, у нас на крючке две петелечки. Теперь продеваем одну сквозь вторую, как бы делаем соединительную петельку. Снова в одну стеночку вводим косичку, в другую, под изнаночную. Вытягиваем на крючке две петельки и одну продеваем сквозь вторую. Снова с одной стороны у нас косичка, с другой стороны под изнаночную. Захватываем и одну петельку продеваем сквозь вторую. Таким образом мы будем с вами сшивать одну сторону плечевого шва и вторую. Вот соединительными такими вот столбиками за обе стеночки. С одной стороны мы под косичку вводим, а с другой стороны под изнаночную. Почему под изнаночную? Потому что если вы сошьете просто под косичками за обе стеночки косички, то у вас получится такой не очень красивый шов. С внешней стороны будет такая как перепонка изнаночных петель. Чтобы ее не было, чтобы было красиво у вас и гладенько, вам придется здесь постараться. Вот. Сшиваете с одной стороны в косичку, с другой стороны под изнаночную. Не просто под косичку, а под весь ряд изнаночный. Сшиваем, сшиваем до конца. И так прям плотненько, красивенько. Не сильно затягивайте петельки, потому что у вас будет такой стянутый слишком шовчик. Чтобы он был нежным, не затягивайте, а просто стягивайте красиво петельки ровно ложить. Вот так вот сшиваем. И вот самая крайняя петелька, аккуратненько ее захватываем за обе стеночки косичку с одной стороны. И вот получается под другой, но вот здесь вот вам нужно будет красивенько споймать последнюю петлю вот так вот косички. За обе стеночки и соединительный столбик. Теперь делаем одну воздушную петлю и вытягиваем ниточку. Подправляете, у вас получился вот такой вот очень аккуратный довольно-таки шовчик, красивенький. Он не должен быть у вас сильным такой затянутый. Поправьте его, чтобы он был красивый, ровненький. И с лицевой стороны, обратите внимание, у вас должно получиться вот так вот как бы непрерывное вязание. То есть смотрите, у вас, если вы будете сшивать просто по косичкам, у вас будет здесь такой, как перепонка шовчик. То сейчас у вас, как вы видите, при растянутых петлях практически этого шва не видно. Вот смотрите, все аккуратненько и красивенько. У вас должно получиться не менее, так сказать, не хуже. В общем, я надеюсь, что у вас получится даже лучше. Если вы не можете сшить таким швом, как я, допустим, крючком, то просто вдеваете ниточку в иголочку и красивеньким шовчиком, на ваше усмотрение, вот это дело сшиваете. И после того, как мы сошьем, я сшила уже, вы сошьете два плечевых шва, таким же способом делаете второй, поворачиваете другой стороной к себе, как вам удобно. И сшиваете точно так же с одной стороны в косичку, а с другой стороны под изнаночный ряд, чтобы у вас, еще раз повторюсь, было красивенько, ровненько, гладенько. Вот здесь вот без шва, так сказать, с внешней стороны без рубчика. После того, как выполнили плечевой шовчик, ниточку, кусочек пока отлаживаете в сторону, она вам не нужна, и берете рукавчик. После того, как мы с вами заканчивали рукавчик, я вас просила оставить небольшой кусочек ниточки. У меня оставался, как бы, немножечко побольше, чем нужно, но я не стала его отрезать. Теперь, так как уже у вас и лежала внутренней стороной, где мы выполняли вот этот плечевой шов, разворачиваете, так сказать, к себе удобной стороной и ложите, так сказать, изнаночной стороной рукава наверх, к плечевому шву. Находите серединку, у меня серединка, вот как раз таки между четырьмя, так сказать, перекрещенными на правую сторону, четырьмя налево, вот она серединка. И находим серединку нашего плечевого шва. Вводим булавочку, берем вот так вот по серединке и сюда, ровно по серединке, закрепляем. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы нам красиво и ровно пришить рукавчик. Если же у вас рукавчик просто платочной вязкой, без узора, то вы сложите просто его пополам, вот так вот, и ровно серединку прикрепите к середине плечевого шва, вот так вот. Прикрепили. Чтобы ровненько пришить рукавчик, нам нужно теперь стороной, той, с которой у вас ниточка, повернуть к себе. Мы развернули нужной стороной к себе. Вот у меня с правой стороны ниточка. Обратите внимание, чтобы обязательно все было на изнаночной стороне, чтобы вы потом не зря, так сказать, собирали ваше изделие, не пришлось, чтобы переделали. Берем крайнюю петельку, вот она у нас косичка. И здесь у нас по крайним краям, вот этим вот, кромочные, для чего мы делали, тоже косичка. Присоединяем, вот так вот, вводим крючок в крайнюю петельку косички с одной стороны и крайнюю косичку с другой стороны. Вводим крючок в обе стеночки, захватываем рабочую ниточку. У нас на крючке одна петелька. Берем, в следующую вводим, вот так вот, в одну, и в следующую, с другой стороны, во вторую. Захватываем ниточку, на крючке две петельки. Снова одну продеваем сквозь вторую. Теперь опять, в одну стеночку, во вторую стеночку, в косичку, вытаскиваем и делаем соединительный столбик. Вот таким образом я буду сшивать не только плечевые швы, рукава, а и боковые швы, и в принципе те, которые нам еще понадобятся для сшивания деталей. Честно говоря, этот способ наиболее мне нравится и подходит при выворачивании, так сказать, изделия на изнаночную сторону, выглядит довольно-таки аккуратно и красиво. Единственное, что не сильно затягивайте петельки при сшивании, чтобы потом, так сказать, изделие было не слишком такое деревянные швы. И легко растягивалось, ручка легко, так сказать, одевалась в рукавчик или рукавчик на ручку, в общем, чтобы было все довольно-таки удобно, мягко и нежно для ребенка. Эти швы можно выполнять и на лицевую сторону, так даже прикольнее будет. Я видела очень много сейчас изделий делается на лицевую сторону, но, честно говоря, я предпочитаю больше классический способ. Швы должны быть с изнаночной стороны. И таким образом сшиваете полностью по очереди. Обратите внимание, что у вас обязательно булавочка по сшиванию должна совпасть с серединкой, чтобы у вас, так сказать, вот я вам покажу на втором рукаве, который я уже сделала, чтобы серединка, вот у вас, плечевой шов, совпал с серединкой узора. Либо, если у вас простой платочной вязкой выполнен рукавчик, чтобы он красивенько по серединке рукавчика тоже вот так вот шел. И продолжаете сшивать, так сказать, первый рукавчик. Затем приступаете ко второму рукавчику. Так сшиваем рукавчики. Обратите внимание, мы рукава по бокам пока не сшиваем, а просто сшиваем детальки, так сказать, с верхней части. Где плечевые швы, затем рукавчики, то есть, а потом мы будем рукава, так сказать, пришивать между собой стеночки вместе с боковыми стеночками. То есть, чтобы не делать лишнее, так сказать, прикрепление движения, мы будем все делать постепенно и красиво. В общем, продолжаете соединительными столбиками пришивать рукавчики. Один и второй. Еще хочу заострить ваше внимание на том, что при провязывании, так сказать, рукавчика к полочке, вот здесь у нас, возможно, при переходе быть вот такая вот небольшая дырочка. Вы вот так вот провязываете в стеночку. И вот эту дырочку я вам советую как-то ее, так сказать, провязать в закрытом виде. Ну, то есть, вот так вот ввести крючок, как бы, под соседнюю петельку и с ней вместе провязать вот здесь вот, так сказать, в общем, зацепить лишнюю ниточку вот здесь вот и вместе с ней провязать этот столбик. Чтобы вот сейчас я вам покажу, что получается. Видите, вот этой дырочки, так скажем, уже и нет. То есть, с какой-то соседней петелькой просто довяжите ее. И еще у нас получается, когда мы на лицевой стороне закрывали петельки, то у нас получается вот такая красивая косичка. Когда с изнаночной у нас закрывается вот вместе, так сказать, продолжение ее изнаночными петлями, то я вам предлагаю вводить в стеночку, так сказать, в переднюю вот косичку, а в заднюю вот эти изнаночные петельки. Почему? Для того, чтобы у нас красиво шел, так сказать, шовчик. Ну, то есть, чтобы он у нас был закрытый. Вот я сейчас вам довяжу это и покажу, почему я так вам предложила. Потому что у нас, как и в плечевом шве, чтобы не было лишнего рубчика. Вот, последнюю петельку доходите с одной стороны, с другой стороны. Они у вас совпадают. Теперь сделаете две воздушные петельки и вытягиваете ниточку. Вот, смотрите. Получается, нет этой дырочки так-таковой. Ну, как, она меленькая есть, но и во всем вязании у вас есть здесь дырочки. А, если вы сейчас провяжете вот здесь, вот так сказать, не под изнаночными, а с изнаночными, то у вас, получается, шло вот такой вот шов-шов-шов, а потом, бац, тут и рубчик, четыре петелечки. Поэтому, обратите внимание, вводите во вторую стенку под изнаночными. И с другой стороны на втором рукавчике то же самое. Прошиваете вот так вот, как я вам говорила. Затем, если у вас здесь вот дырочки при переходе, так сказать, вот этого вот проймочки, у вас может быть дырочки со всех сторон. То есть, с этой стороны, с другой стороны. И точно так же на том рукаве с одной стороны и с другой стороны. Поэтому, обязательно обращайте внимание, чтобы у вас все швы были очень красивые и аккуратные. То есть, выворачиваете на лицевую сторону и смотрите. Если вам нравится, то так и оставляете. Если вам не нравится, то что-то пытаетесь переделать. Обязательно переделывайте, не бойтесь экспериментировать. Я, честно говоря, всегда вяжу на глаз. Поэтому, я вам честно скажу, глаз это лучшая мерка, лучший, в общем, из всех, так сказать, руководителей. В общем, продолжайте провязывать. Первый рукавчик привязали и затем второй присоединяете и мы продолжим. После того, как мы пришили рукавчики, у нас получилось вот так вот. Плечевые швы наши, рукавчики и с внутренней стороны вот такой вот вид имеет наша форточка. Помните, мы оставляли с вами на полочках и на спинке, так сказать, в начале набора ниточку. Вот мы этими ниточками с одной стороны и с другой стороны будем пришивать, так сказать, наши боковые швы. Разворачиваете к себе удобным положением и освобождаете от, так сказать, булавочек нашу ниточку. Вот так вот освободили. И берем снова наш крючок точно такими же швами, точно абсолютно такими же, как мы делали плечевые швы, как мы делали, пришивали рукавчик. Так я буду сшивать и бочки. Находите самую крайнюю петельку, зацепляете ее за обе стеночки. Все должно быть у вас аккуратненько, петелька в петельку. Точно так же и с этой стороны находите самую начальную петельку и в нее вот так вот вдеваете крючок. Захватываете ниточку. Не с первого раза, возможно, у вас это получится, как и у меня. Но вот крайнюю самую петельку одной стороны и другой стороны. Захватываете ниточку, вот у вас на крючке первая петелька. Затем снова в одну стенку, во вторую стенку захватили и протяжка. В одну стенку, во вторую стенку захватили и соединительный столбик или протяжка, как вам удобнее. И, в общем, вот такими вот швами сильно не затягивайте петельки, чтобы у вас были такие очень, скажем так, эластичные края, были красивенькие. И продолжаете вот таким вот лакаром сшивать бочки. Но сшиваем мы так до, так сказать, подмышки, до начала проймочки. А затем мы сошьем рукавчик. Все это постепенно, я вам покажу, как. Пока сшиваете до, так сказать, проймочки, а затем я вам покажу, как мы будем делать дальше. Вот я дошивала до начала проймочки, вытянула последнюю петельку, для того, чтобы она у нас, так сказать, не высмокнулась по ходу сшивания рукавчика. И вот, смотрите, получился довольно-таки аккуратненький шовчик. С лицевой стороны он тоже аккуратный, смотрите, вот такой получился шовчик у меня. Я думаю, у вас тоже получился хороший. Здесь краешек тоже у меня совпал, смотрите, у вас тоже должно быть все, так сказать, идеально, красивенько. Проверяйте свои шовчики обязательно при сшивании, чтобы у вас все было красиво. Теперь берем наш рукавчик, и он у вас вот на изнаночной стороне. Выверните его на лицевую сторону, освободите от булавочки. Тоже мы здесь оставляли ниточку для пришивания, я вам везде говорила, оставляйте. Лучше оставить что-то лишнее, чем потом присоединять. Присоединение я не люблю, так как, представьте, вот здесь вот был бы где-то узелок. Ну, то есть совсем не красиво. И так здесь, в принципе, узелочек, ну, так сказать, при закреплении был вот здесь вот. Итак, берем снова наш ключок, в последнюю крайнюю петельку вводите за обе стеночки ключок, и с другой стороны то же самое. Обратите внимание обязательно на лицевой стороне. Вот так вот вводим в одну и в другую сторону, снова в одну и в другую сторону, и петельки протягиваем. Точно так же сшиваем, как я все сшиваю, только таким способом мы сшиваем всего вот эти 3 сантиметра. То есть сантиметр вот этой основной ниточки, затем у нас идет сантиметр цветной ниточки. Вот так вот, и еще сантиметр основной ниточки. То есть буквально вот эти 3 сантиметра до уровня нашего узорчика, до уровня вот этого вот начала узорчика. Почему я вам говорю с лицевой стороны? Для того, чтобы вот этот шелчик был у нас на отвороте. Вот так вот. Его у нас, в принципе, здесь и не видно будет. То есть у нас вот этот отворотик начинается на рисунке. И вот он у нас вот такой вот получается аккуратненький. Для этого я вам сказала на лицевой стороне. Вот. И далее выворачиваете вот так вот на изнаночную сторону вместе с отворотиком. Поворачиваете удобной к себе стороной и продолжаете уже на изнаночной стороне сшивать до проймочки. И затем вот здесь вот до проймочки, прошивав всю вот эту часть рукава, вам нужно будет красиво здесь завязать для того, чтобы не было дырочки между, так сказать, подмышкой. На проймочке вначале, чтобы не было дырочки. После того, как мы прошили рукавчик, вот у нас с изнаночной стороны он красивенько прошит, я взяла до, так сказать, прошивала рукавчик до вот этого момента перед мышкой, так скажем, перед началом проймочки вот этой нижней части. И взяла, так сказать, ниточку, которой прошивала бок и допрошивала до вот этого момента, где, так сказать, бросила прошивать рукавчик. В общем, полностью мы сшили. Здесь у вас не должно быть никаких дырочек, никаких, так сказать, моментов, где могло быть поставлено под сомнение, так сказать, ваша добросовестная работа. И, в общем, делаем второй рукавчик точно так же. Вот эти кончики нам нужно спрятать между вязанием. Обязательно их закрепите для того, чтобы по ходу носки они вам не распустили кофточку. Мы дошивали все детальки, ручки у нас пришиты, вывернуты на лицевую сторону и сделан отворотик. Если у вас просто платочные вязкие ручки, замечательно, вы просто их выворачиваете и делаете отворотик. Теперь у нас всего попрятаны все ниточки и всего осталась одна длинная, так сказать, ниточка, которая у нас будет вывязывать капюшончик. У нас теперь три спицы, вот так вот. И я вам предлагаю два ряда провязать, просто как бы, ну, в общем, сменяя спицу. А потом мы переоденем на одну длинную. Почему два ряда хотя бы так? Потому что, ну, чтобы у вас не получился растянутый вот этот краешек. Если вы сразу сейчас начнете вязать на одной спице, то у вас получится такой растянутый, в общем, некрасивый краешек. Итак, берем, поворачиваем к себе вязание и четвертой спицей ходовой снимаем кромочную и все петельки далее провязываем просто лицевой. То есть провяжите эту спицу, продолжаете следующую провязывать. Итак, следующую. Затем прямыми обратными рядами буквально два-три ряда я вам предлагаю провязать. А затем перейдем на длинную спицу. Провязали первую спицу, а затем на второй спице мы будем делать на средней, то есть части спинки, прибавления. Как мы будем делать прибавления? Первую петельку мы просто провязываем лицевой, а в каждой второй будем делать прибавления. Либо, есть два способа, либо первый способ провязываете лицевую за переднюю стенку, не снимая петельки, с другой стороны за заднюю стенку провязываете еще одну лицевую и снимаете. То есть, либо таким способом, либо просто поднимаете между первой петелькой и следующей вот так вот, так скажем, петельку и провязываете перекрещенной ее же. Но, честно говоря, наверное, первый вариант мне больше нравится тем, что он не оставляет после себя, так сказать, дырочек. Этот вариант перекрещенной петелечки оставляет дырочки. И продолжаем. Одна петелька лицевая, затем лицевая за переднюю стенку и лицевая за заднюю стенку. Снова, одна лицевая, лицевая за переднюю, лицевая за заднюю. Одна лицевая просто, лицевая за переднюю стенку и за заднюю. То есть, каждая вторая провязываем прибавления на каждой второй. У нас получается довольно-таки аккуратный ряд с прибавлениями. Провязали до конца вторую спицу с прибавлениями, третью довязываем так же как и первую, просто лицевыми и продолжаем в обратном направлении провязывать так же лицевыми. То есть продолжаем провязывать платочную вязку и где-то через ряда 2 мы с вами перейдем на большую спицу. Провязали несколько рядочков и переходим на большую спицу. Так же и продолжаем. Кромочную снимаем и все петельки лицевые. Разворачиваете и провязываете так до нужной нам высоты. Это у нас будет капюшончик. А высота его будет у нас где-то 23-24 см. И вот после прибавления последнего я провязала 24 см. 19 см. так сказать, нашим основным цветом. Затем я вставила 4 ряда полосочку другого цвета персикового. И еще довязала 4 см основного цвета. Закончила я вязание на изнаночном ряду. Причем последний изнаночный ряд я провязала разделив на 2 спицы чулочные. Вот как вы видите, у меня поделено на 2 спицы. И теперь я беру, выворачивая, так сказать, на изнаночную сторону. Ну вот, у меня получается, так скажем, соединение в 2 спицы. Поделила я, у меня 50, получается, 1 петелька на каждой спице. И теперь берем третью и начинаем заканчивать. Заканчивать мы будем следующим образом. Вот она у нас получается ниточка рабочая. Мы ее переоденем на заднюю сторону. То есть вот так как бы поменяем петелечку, чтобы у нас ниточка рабочая была сзади. Теперь, получается, вводим спицу в одну петелечку и во вторую. То есть первые 2 петельки на разных спицах. Провязываем лицевую. И оставляем эту петельку, провязанную лицевую, на правой спице. Вот так вот. Провязываем. Возможно, первая у вас будет тяжело провязываться, вот как у меня, но вам придется это сделать. Можете взять крючок, если неудобно. Вот. Итак, я провязала первую петельку лицевую и оставляю ее на правой спице. Теперь снова провязываем лицевая. Вот как бы зацепляем одну спицу и другую. Получается, начальные петельки мы провязали вместе. Теперь вторую петельку на первой и второй спице провязываем вместе лицевой. И делаем протяжку. Одеваем первую на вторую. Теперь снова делаем лицевую за обе стеночки двух спиц. И снова делаем протяжку. Теперь снова делаем лицевую за обе стеночки двух петель и протяжку. За задние, не за обе стеночки, а за задние стеночки двух петелек. И делаем протяжку. Снова за заднюю стеночку первой петельки и со второй спицы первой петельки делаем протяжку. Таким образом, смотрите, у нас получается закрытие петелек и сшивание открытых петелек. Вот она, наша лицевая сторона. Получается довольно-таки аккуратненько и не видно шва. И снова за заднюю стеночку первую спицу берем петелечку и вторую спицу петелечку. И снова протяжка. Первую стеночку и вторую. Лицевая протяжка. Протяжка это одеваем первую петелечку на вторую провязанную. Снова лицевая и протяжка. Сшиваем так до конца нашего капюшончика. Лицевая и протяжка. Лицевая и протяжка. Сделали последнюю протяжку. Теперь делаем одну воздушную петельку и обрезаем ниточку, прячем. Если же у вас, допустим, не по 51 петельки, а, к примеру, на одной спице 51, а на второй 52. Ну, допустим, вы где-то сделали непарное прибавление. То просто провязываете последнюю петельку лицевой и точно так же делаете протяжку. То есть это ничего страшного абсолютно. И обязательно вот так вот, как говорится, раскройте у себя капюшон краешек. И проверьте, чтобы у вас не было никаких дырочек. Потому что бывает такое, что по ходу вязания теряется одна петелька. И из-за этой петельки потом будет распускаться весь капюшончик. Честно говоря, было такое и не раз. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Здесь, опять же, не должно быть никаких дырочек при окончании сшивания. И у нас получился вот такой замечательный капюшончик. Выворачиваем его на лицевую сторону. Обязательно не забудьте спрятать кончик. И вот, как вы видите, у нас практически не видно даже шва. И если вы захотите, к примеру, этот капюшончик, так сказать, завернуть, вот, отворотик сделать, то, как вы видите, этот шов очень-очень-очень аккуратный и практически невидимый. Он мне, честно говоря, наиболее понравился, потому что, как я только не пыталась сшить капюшон ранее, лучше этого способа, честно говоря, я не могла найти до сегодняшнего дня. Вот. Теперь, смотрите, мы сшили капюшончик, и нам осталось пришить пуговки. Обязательно перед тем, как будете пришивать пуговицы, сравните, так сказать, ваши две полочки. И, как бы, отметьте, то есть, вставляете вот так вот спицу, и на этом месте пришиваете. Обязательно смотрите, чтобы у вас не косо были пришиты пуговицы, ведь от того, как вы пришьете пуговицы, зависит, так сказать, вот здесь вот низ кофточки. Он у вас может вот так быть, допустим, может наоборот вот так быть. То есть, обязательно обратите внимание, где вы будете пришивать пуговицы по низу. То есть, отметьте, даже можете не полениться, посчитать изнаночные ряды, и точно так же здесь посчитаете изнаночные ряды и количество петель. То есть, допустим, на расстоянии, скольки мы делали с вами петелек, так сказать, на расстоянии скольки петелечек, вот так и пришиваете. Получается снизу и сверху точно так же. Итак, осталось пришить пуговички и, конечно же, наши любимые карманчики. Так как я вам показывала, самый легкий способ это пришивание карманчиков, так сказать, сверху, не делая их вставными такими, вот как в оригинале, так сказать, кофточки дюкель. И я их еще делала из-за того, сшивала, так сказать, внешние, потому что у меня полосочки. То есть, если бы я делала, втачивала, в общем, кармашки в кофточку, то полосочки я, честно говоря, никак бы не вставила, кроме как на всю полочку. То я этого, честно говоря, не хотела, мне такой вариант более понравился. И теперь, перед тем, как пришивать кармашки, обязательно точно так же померяйте, где они должны у вас располагаться, чтобы они именно у вас, к примеру, если вы здесь решили, две петелечки оставить и пришивать, точно так же и здесь. Оставляете две петелечки от шва и пришиваете. Можете даже взять, использовать булавочки. То есть, булавочками здесь прикрепили сверху, здесь прикрепили здесь и здесь. То есть, по четырем уголкам. И лишь после этого аккуратненько по ряду пришиваете. Как снизу по ряду, так и по бочкам по ряду. Обязательно верхний пришиваете. Он у вас кармашком должен быть. И после того, как вы пришьете красивенько ваши кармашки, ваши пуговички, наша кофточка готова. Я надеюсь, что вам мой видео урок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петель к вам. Пока-пока. Будут вопросы, не стесняйтесь. Задавайте в комментариях. Люблю вас.